КОФЕ При индонезийском острове Ява культивируется самый дорогой кофе на свете – копи-лювак. Копи-лювак – самый дорогой сорт кофе в мире. Мы семейное предприятие, занимающееся выращиванием кофе в Индонезии с 1969 года. Копи-лювак – своими свойствами наш кофе обязан тому, что в процесс его изготовления вмешивается Цветта – дикий зверек, обитающий лишь в Индонезии. Баснословная цена кофе объясняется его уникальным составом и особенностями почв, на которых он произрастает. Перед нами само воплощение роскоши. 700 метров над уровнем моря – идеальная высота для произрастания кофе. Мы располагаемся у подножья вулкана, на почвах, богатых минеральными веществами. В Индонезии еще немало действующих вулканов. Наши фермы действуют как экологически чистые предприятия. Мы не используем пестициды и химические удобрения. И мы придаем огромное значение распространению подобного подхода на все этапы производства нашего кофе. Но способ выращивания кофе – лишь часть технологии. Важную роль в этой цепочке играют и другие составляющие. Секрет успеха хорошего кофе складывается из таких компонентов, как земля, вода и высота плантации над уровнем моря. Необходимо идеальное сочетание всех трех элементов. Другие слагаемые успеха – качество деревьев и правильный уход. Наконец, на нашей плантации обитают тысячи цвет. Они живут здесь на воле, будучи дикими. И мы видим свою задачу в том, чтобы защищать их. Ведь они – наши лучшие друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед вами ветка кофейного дерева с плодами. Ягоды еще красные. Цвета инстинктивно отбирает самые спелые кофейные вишни и поедает эту ценную подборку. Участие цвета играет ключевую роль. Благодаря ней мы получаем зерно оптимального качества. Например, здесь перед нами чудесный плод. Кофейная вишня проводит в желудке цветы две недели, подвергаясь в нем естественному брожению, вызванному воздействием ферментов. После экскреции ягоды и ее промывания мы получаем вот такое зерно. Затем очищаем его, и зерно предстает перед нами таким. При помощи воды, разогретой до 80 градусов, мы освобождаем зерно от его второй кожуры, чтобы затем подвергнуть обжарке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зеленый кофе помещается в обжарочный аппарат. Процесс обжарки занимает около 12 минут при температуре, достигающей 225 градусов. При этом мы можем контролировать протекание процесса. В отличие от рождения кофе лювак, протекающего самым естественным образом, его обжарка – предмет тщательнейшего изучения со стороны научных сотрудников и работников фирмы. Перед нами конечный продукт – несколько килограммов идеально обжаренного кофе. К слову, эта емкость содержит кофе на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США. Копи лювак – самый дорогой кофе в мире, считающийся индонезийским черным золотом. Так выглядит кофейное зерно безупречного цвета, чудесного, равномерного шоколадного оттенка. Здесь же мы видим слишком светлое зерно. Оно не пройдет процедуру отбора. Цвет – первый залог качества кофе. Последним этапом становится контроль качества После того, как кофе перемолот, мы должны проверить интенсивность его окраски Наш поиск оптимального цвета объясняется нашим стремлением к вкусу Кофе не только идол подлинных гурманов, но и продукт, лежащий в основе ряда эксклюзивных косметических процедур Лосари Spa Retreat & Coffee Plantation располагается посреди острова Ява В эпоху голландского господства здесь находилась действующая плантация в 22 гектара Ставшая затем исключительной собственностью дома Eco Resort & Spa Ныне здесь царит гармоничное сочетание яванского колониального стиля с современной архитектурой Наш спа-центр окружен кофейными плантациями Поэтому использование кофе в качестве основного компонента наших процедур представлялось нам вполне логичным Используемый нами кофе произрастает на плантациях Лосари Coffee Plantation Resort & Spa Кофе обладает свойствами антиоксиданта, крайне ценными в деле регенерации кожи Начав с массажа с использованием масел, мы завершаем наш цикл глубоким очищением кожи В основе всех наших процедур лежит кофе Этот кофе наделен воистину уникальными свойствами Своей невыразимой нежностью он напоминает вкус шоколада и карамели без малейшей горчинки Участок с видом на вулкан в окружении кофейных плантаций Разве это не идеальный уголок для дегустации кофе? Здесь нас окружает колониальная атмосфера былых времен Это особое место, дышащее историей Наконец, здесь можно расслабиться на террасе Или в помещении клуба, наслаждаясь чашечкой эксклюзивного кофе Чашечка этого эксклюзивного кофе будет предложена вам за 100 долларов В лондонском Питер Джонс Эспрессо Баре Или примерно за 10 евро в сердце острова Ява Подобная экстравагантность удел тех, кто готов, не скупясь платить за особо редкую экзотику А мы возвращаемся в бурлящую столицу страны, Джакарту Предлагая копии лювак в столичных торговых пассажах Здесь уделяют особое внимание поддержанию его имиджа У нас есть четко очерченная стратегия развития Мы стремимся располагать свои точки лишь в торговых центрах и комплексах высшего класса Наша целевая аудитория – это, несомненно, зажиточная часть индонезийского общества Мы повысили статус нашего кофе, возведя его в ранг товара класса люкс Благодаря особому дизайну и проработке деталей наш кофе может похвастаться чрезвычайно ярким имиджем Упаковка, в которой мы предлагаем копии лювак, выполнена в подчеркнуто роскошном стиле Это действительно так Все детали отличаются тщательной проработкой с тем, чтобы копий лювак был достоин всех тех брендов С которыми он соседствует в мире товаров класса люкс В основу дизайна его упаковки положены типично индонезийские традиции Мы опирались на привычку индонезийцев хранить свои драгоценности в деревянных шкатулках Дабы укрыть их от света Копий лювак, в свою очередь, предстает перед покупателем в очаровательном ларце ценного розового дерева Кроме того, сам продукт упакован в золотистый пакет Что словно служит указанием на его драгоценную сущность Вот наша последняя новинка Чрезвычайно роскошная шкатулка, обитая бархатом и выполненная в традиционном индонезийском стиле Кофе фасуется при этом в пакетике, окрашенные, конечно, в цвет золота Свою задачу мы видим в том, чтобы знакомить наших покупателей с традиционным индонезийским способом заваривания кофе Лишь так клиент сможет оценить вкусовое совершенство подлинного кофе Копий лювак Для приготовления чашечки кофе мы берем ровно 10 граммов Копий лювак, что соответствует полутора чайным ложкам Затем мы заливаем кофе 160 миллилитрами кипятка Вода заливается аккуратно После чего мы как следует размешиваем кофе Я уже ощущаю, как кофе начинает издавать характерный аромат Затем нам следует накрыть сосуд крышкой и ждать, пока кофейная гуща не осядет на его донышки При этом в кофейнике вершится волшебное таинство рождения напитка Копий лювак отличается густой, сиропообразной консистенцией Являя собой изысканное сочетание горечи и кислоты Дегустируя его, вы чувствуете идеальную гармонию этих двух составляющих Прекрасно уравновешивающих друг друга Иные сорта кофе бывают слишком кислыми или слишком горькими Этот сорт идеален Выпив чашечку такого кофе, вы ощущаете во рту его великолепный вкус Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин